Но есть такая вещь, есть такая программа, знаете, вот в дикой природе, если вы посмотрите в мире животных, значит, существует два способа адаптации. Два. Значит, одни животные выбрали путь, грубо говоря, убегания ног, скорости и так далее, а есть огромное количество среди носихомых, животных, способов, когда адаптация происходит через незаметность. Незаметность, маленькость, маленькие, щуплые, незаметные, вот это тоже одна из программ, и существует способ такой диагностики, когда вы, ну, мы, собственно, попробуем сейчас немножко с зеркалом поработать. То есть, существует такой способ, когда вот мы обнаруживаем бессознательный, ну, когда обнаружим, какая бессознательная штука стоит за весом, то вот те, кто не могут набрать веса, ну, там, если правда, там, анорексия какая-нибудь. Вот у анорексиков эта программа особенно ярко выражена, организм не принимает, это очень опасно, потому что я стану заметный, очень много тревоги, я погибну. Я погибну, хищник. Да, кстати, обратная чат, обратная связь, обратная связь, да, в чате обязательно будет. Я погибну, это вот тоже такая программа. Она наблюдается часто у людей, которые, например, в периоде программирования у таких людей, слушайте, ну, бывают, конечно, вот эти худые ребята, они из семей, где родители-то, в общем-то, нормальные, а они очень худые. И чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что это так называемый астенический тип телосложения, а у них с ЖКТ есть такая фишка, что у них очень высокий тонус перистальтики. Что это значит? Это значит, любая пища, которая попадает внутрь, она очень быстро прогоняется, чтобы не быть усвоенной. Внимание! Мозг какую задачу решает? Не давая ему... Они могут, вы знаете таких, они могут есть сколько угодно, тоннами, что угодно, ничего. Их характеризует часто высокая тревожность. Это классический тип по кречмеру, по-моему, астенический. Вот. Соответственно, высокая тревожность, вот, высокая, соответственно, как следствие, высокая перистальтика кишечника, и как следствие нарушение вот этой усвояемости, через них все как через утку пролетает. Вот. Такая... Смотрите, мозг это делает. Он это делает. Он делает, организует работу того же самого кишечника таким образом, для того, чтобы, не дай бог, усвоиться, не дай бог, я стану заметным. У таких людей часто в периоде программирования, а это, соответственно, беременность, до беременности, первый год после беременности, есть ситуации, где была, ну, была какая-то угроза, например, для мамы. Угроза для мамы? Ну, кого? От кого там угроза для мамы? Ну, естественно, от какого-нибудь папы. Вот. Это я такой сейчас утрированный, собирательный образ ситуации говорю. Вот. Ну, там, может быть, нападение, может быть, ну, нападение, там, в смысле, там, упреки слова, там, может быть, правду поколачивал, может быть, угрожал, там, что-то там. Нередкая ситуация. И в результате, если мама реагировала на это желанием спрятаться, исчезнуть, стать незаметной, вот, это послание могло вгрузиться в мозг ребенка, а мозг ребенка во время беременности, по сути, мамин мозг. Это послание могло вгрузиться в ребенка, и он реализует эту задачу. Слушайте, друзья, такие ребята, они способны набрать вес, вот, и они прекрасно знают, в каких обстоятельствах они это могут сделать. Вот, Ань, я вижу, ты пишешь, что ты относишься к таким. По этим ребятам, я точно знаю, они в определенных жизненных обстоятельствах, они способны набрать вес, и это периодически у них случается, но потом что-то происходит, меняется жизнь, обстоятельства, и они очень быстро его теряют. Тело возвращается, говорит, нет, вот, с любым вызовом извне мы умеем вот так.